мы говорили да с вами и что чистый рынок в современном мире невозможен потому что есть какие-то такие вопросы которые рыночными отношениями не могут быть урегулированы мы с вами говорили что рыночный механизм основан на спросе и предложении и на конкуренции соответственно вот рынок выполняет ряд важных функций ценообразование распределительная функция стабилизирующая функция функция оздоровительная функция она же санирующая да много разных функций и вот про невидимую руку рынка писал адам смит предполагая да что рынок может сам решить все вопросы вопросу спроса предложения установления равновесной цены и так далее но например на том примере который мы рассматривали в занятии по безработице в примере конкретно про великую депрессию в сша мы с вами увидели что если государство не вмешивается в рыночные отношения от чревато глубоким кризисом то есть какие-то такие вещи такие моменты очень важные которые рынок сам урегулировать не может потому что там них не работает механизм спроса и предложения и конкуренции и вот эти как бы такие не знаю метафору такой можно привести такие вот слепые до зоны слепые пятна какие-то до слепые зоны где вот рыночный механизм не работает вот это называется несовершенство или провалы рынка смотрите вот у вас здесь есть как бы определение а это не то чтобы определение да это как бы пояснение смотрим что такое несовершенство рынка неспособность рыночного механизма решать некоторые экономические задачи чё рынок не может рынок не может бороться с монополизацией вот ну в условиях конкуренции всегда есть более успешные предприниматели и конечно же они стремясь захватить рынок мечтают создать монополии то есть вот если государство не будет создавать антимонопольных законов если государство не будет запрещать искусственно создавать монополии на то есть искусственно объединяться продавцам и создавать вода крупную фирму которая сможет контролировать цену для рынка монополизация характерно то есть если не вмешиваться это плохо потому что мы говорили чем чревата монополизация цены растут качество не улучшается производитель наглее да условно говоря потому что он знает что он единственный у него и так купят вот соответственно вот бороться с монополиями до антимонопольное законодательство создавать и применять его может только государство рынок сам не может еще смотрим трудности создания общественных благ на коммерческой основе что такое общественные блага мы с вами говорили что благо это все средства которые могут быть использованы для удовлетворения потребностей человека и общества благо бывают экономически это те средства которые имеются в обществе в ограниченном количестве ну то есть одежда обувь там продовольствие продукты питания там дома телефоны машины и так далее большинство благ являются экономическими то есть имеются в ограниченном количестве они платные есть даровыми не экономические блага природы, но их очень мало. Это то, что имеется в безграничном количестве, то, за что платить не нужно. Солнечный свет, например, энергия ветра, дождевая вода. Но таких благ очень мало. И вот есть третья группа благ, они называются общественные блага. Это не бесплатные вещи, но это те средства, которые предоставляются всем членам общества на равных началах. Но это что-то не бесплатное. Например, уличная безопасность, полиция работает, и с каждого из нас по рублю не берет, если нам придется в полицию обращаться. Государство платит полиции. Уличное освещение. Приводил этот пример. Фонарь не бесплатный, его нужно обслуживать, лампочку менять, поставить этот столб. Но когда мы идем по темной улице, и фонари нам светят, за каждый пройденный фонарь ни с меня, ни с вас по рублю не берут. Это общественное благо. Мосты, дороги. Когда я иду по мосту, для меня это благо. По воде я ходить не умею, приходится ходить по мосту. Но с меня за то, что я иду по мосту, деньги не берут. И с вас тоже. Это называется общественное благо. Те средства, которые имеются в ограниченном количестве, но предоставляются всем членам общества на равных началах. Условно бесплатно. Но это, еще раз говорю, не бесплатные вещи. И вот рынок не заинтересован в производстве общественных благ. То есть мы не можем себе представить ситуацию, чтобы какая-то фирма взяла и заасфальтировала дорогу или площадь просто так, из любви к искусству, из любви к ближнему. Но нет, фирма хочет деньги получить. Какой интерес фирме просто это делать? Соответственно, общественное благо в условиях рыночной экономики должно производить государство, потому что рынок не работает с такими бесплатными вещами. Еще есть такое понятие, как внешние эффекты. Внешние эффекты – это выгоды третьих лиц. У нас там дальше они в конспекте будут, там все написано так просто пока. Внешние эффекты – это выгоды или издержки третьих лиц, связанные с экономической деятельностью конкретной фирмы. То есть смотрите, например, загрязнение окружающей среды. Вот работает завод. Владельцы, работники фирмы – это и они получают заработную плату и прибыль. А вот люди, которые живут рядом с заводом, они что получают? Они получают, например, загрязнение окружающей среды, выбросы вредные в воздух. Вот я, например, из города, из небольшого, из Тульской области, и у нас в городе градообразующее предприятие – это химический завод. И он периодически выбрасывает какие-то вредные вещества. Так что ты с утра выходишь на улицу, и все листья просто белые, как будто зима, что-то оседает на листьях, они потом скукоживаются и отваливаются. И понятно, что люди всем этим дышат. И у нас, например, в этой части Тульской области, у меня родители там живут, очень высокий процент раковых заболеваний легких. Люди болеют разными легочными болезнями, потому что вот химический завод. И это и есть внешний эффект. Это издержка, это затрата, проблема третьих лиц в связи с экономической деятельностью определенной фирмы. То есть люди, которые живут в городе, не все люди работают на этом заводе, а вот этими вредными выбросами все дышат. И вот это называется внешний эффект. И вот рынок не может компенсировать внешние эффекты сам по себе. Ну, рынок заинтересован в прибыли. В заводу, в общем, все равно, чем там люди дышат. Ну, потому что ему важнее его прибыль. И, соответственно, вот в такие вот вещи должно вмешиваться государство. Государство должно компенсировать внешние эффекты. Еще. Если у вас чистый рынок, то кто-то станет богаче, кто-то станет беднее неминуемо. И есть такой как бы закон, что в условиях рынка богатые становятся богаче, бедные становятся беднее. И для общества это не здорово. Потому что когда растет социальное неравенство, когда растет разрыв уровня дохода между богатыми и бедными, это ведет опять же к социальным потрясениям, к социальной нестабильности. Ну, потому что просто бедные начинают ненавидеть богатых. И, ну, вот всякие там митинги, восстания, революции, гражданские войны, что угодно, ну, политическая нестабильность в том числе. Все сферы очень связаны в обществе. Вот. Соответственно, ну, для благополучия общества, для поддержания стабильности общества, нужно сглаживать социальное неравенство, ну, вот хотя бы, да, вот это вот в уровне дохода. Вот. Рынок не работает на это. Здесь нет вот этого, ну, рыночного механизма. Потому что, еще раз, рыночный механизм, он заточен под прибыль. И, ну, никто просто так, как бы, своими деньгами делиться не захочет. Соответственно, вот эти все проблемы, которые рынок сам решать не может, да, возникновение, необходимость компенсации внешних эффектов, необходимость производства общественных благ, необходимость борьбы с монополизацией, с монополиями, необходимость сглаживать социальное неравенство. Вот то, что рынок сам не может, мы и называем несовершенство или провалы рынка.